Значит, большое спасибо за донат «Окунь» с текстом «Смотреть с 34.00 по 50.00. Сокол и гость Колчин о вокале». Это уже, в принципе, звучит забавно и интересно. Ну, я, наверное, спрошу в комментариях, господа зрители, пишите, опять же, насколько вам интересно, чтобы я целиком посмотрел это видео. Тут что-то типа 90 минут, допустим, по 20 это будет. Косарь 800. Имеет ли смысл открывать фонд и собирать на все это? Кто, может быть, уже смотрел, скажите, насколько там забавно и интересно, есть ли смысл целиком делать на это реакцию и собирать какой-то такой фонд, не фонд. По идее, если уже мы часть посмотрим, значит, там даже полторы тысячи нужно будет. Давайте послушаем. Да, и поэтому его фраза, которая меня задела до глубины души, может быть, благодаря ей я стал петь лучше. Он сказал типа «Ты баритон, ты никогда не будешь петь высоко». Это кто сказал? «Это вызов, да? Ты что, на слабо меня берешь, да?» «Да, и это реально меня задело, и я начал заниматься, и начал искать информацию, я прям…» Приветствую, Афанасий, приветствую. «Блин, этот, как его, Хэтфилд, вроде баритон, а поет высоко». «А кто сказал?» «Жалко, мы кусок типа пропустили все-таки, кто именно это сказал ему? Педагог или кто?» «Фредди Меркури, тоже постоянно говорил, что он баритон, а пел очень высоко. И я начал там искать, что-то там, все-все-все, и кое-что нашел». «И поэтому я стал петь чуть выше». «Кое-что? Это что?» «Ну, информацию людей, которые мне сказали, естественно». «Но это был еще не педагог, который типа гуру-сенсей, к которому ты второй попал, и он такой, типа, ща я сейчас сделаю суперсолдата». «Не-не-не-не-не-не-не-не. То есть это какие-то обрывки информации там-всям, да?» «Да-да, я собирал информацию по крупицам, я прям с инженерным мышлением, я вообще инженер по образованию, и подумал мне аналитически, я начал анализировать, вот это так, вот это так, а как если там сложить и так далее?» Вот, и в итоге что-то, что-то у меня стало проявляться, какие-то высокие ноты уже, стал тоже иконусы какие-то выигрывать и так далее и тому подобное, и уже люди стали замечать лучше и больше. И вот, идем дальше, значит, Алькор остался позади, оппозицированность тоже развалилась, я собираю hardballs, и мы начали что-то играть, что-то писать, какие-то песни. Про синхрон звуков и видео, сейчас пофиксим. Для вечной жизни срак, надеюсь? Вроде телега получше должна быть по звуку. Ну да, телега получше по звуку. Гитаристы и барабанщик начали приносить музыку другую. Ну как бы оценить, насколько там точно переведено, я не могу никак. Метал, black metal, progressive metal, и поэтому мы стали тяжелее, мы стали другие и так далее и тому подобное. Вот. Вокал, как же это время, то есть, мы еще не подошли к профессионализму полному, да? Да, да, это все было набегами. То получалось, то не получалось. Вроде я брал высокие ноты, но нестабильно. Вот. То есть, я понимал, что вроде возможно, но как-то ненадолго меня хватало. Да, да, да. То есть, такой, знаешь, типа, взял высокую ноту, ну один раз. Так вот, я точно так же первые альбомы писал свои. То есть, там, с 50-го дубля ноту возьмешь, записали, все красивенько, а потом на джизовую... Да, такое бывало частейко. И, в общем... Ну, глуповато так делают. Да, я чему-то обучался, но в целом, как бы, я уже такой, ну... Телега, телега, телега. Ник у меня в описании, по идее, внизу должен быть, честно. В самом низу, в самом низу, в самом нижнем. Ну, вот скидем сейчас. Я не об этом поддал, но куда я? Все равно выше головы. Об этом говорили все тенора, о которых я знал. Об этом говорили все педагоги и все книги, которые я читал, что, типа, баритона, долго наверху сидеть могут, это не их. Тестатура, типа, не рвить себе горло, это все не важно. Про баритон. Ну, я не знаю, честно говоря, окунь, что рассказать вообще? Кстати, песня пониже, там. И, в целом, я себя чувствовал достаточно комфортно. То есть, я не знаю, как поет этот... Это песня а-ля металлика, которую я тоже очень любил и котирую до сих пор. Что-то расщепленное, мощное, но невысокое. Соль, там, может быть, а-ля, но не выше. Вот. Фальцетом я не пользовался, вот этим пищащим звуком, потому что я считал, что это все кастратики, короче, и так далее. Я считал, что мужик должен петь вот так, вот, вот. Поэтому... Да, да, да. Поэтому я не делал тонкий голос, я вообще этим не пользовался, хотя, как оказалось, зря. Вот. И все это так продолжалось, продолжалось. Что-то мы там были, какие-то были у нас фестивали. Ну, такое... Не, так скажем, ни директора, ни лейбла, ничего у нас такого не было, поэтому какого-то дикого взлета его не было и не могло быть. И... Тоже так что-то вся вялость существовала. Я такой... Я увидел по телеку, по-моему, по НТВ, был репортаж, что в группу Ария взяли нового вокалиста. А он раньше был в группе Гран Кураж. Вот. Я такой, ага, прикольно. И потом, через какое-то время, мне пишет Миша Бугаев. И говорит, я из группы Гран Кураж. Я такой, а я его по телеку вас видел. Знаю. Знаю таких. Вот. А мы тогда с Hardballs записали как раз первый сингл, там, Демон. И зачем мне здесь. И он его где-то откопал. Не тут про Зарливый Миша Бугаев, да, его подсёк в сети. Он в ВКонтакте... Он мне сам... Ну, и не мне, а вообще в интервью рассказывал, что уже всех попробовали. И что-то его не устраивало. Он искал новый голос. И он уже, не знаю, что уже, кого вводить. Просто ввёл Российская металлгруппа. А я своё сообщество ВКонтакте раньше так назвал. Российская металлгруппа. Ну вот это сошлось. Да, ему выпало. Он послушал Демон, ему понравилось. Вот. Прикольно. Просто забавное сечение обстоятельств. Всё, что нужно было. И он говорит, заблёг меня. Я тогда слушал уже... Я уже начал тогда уходить немножечко в альтернатив музыку. Там Nickelback, туда-сюда. Этербридж, вот эти все группы. Я, в принципе, тогда как бы и хэдмэнтал любил, и умел, и играл его. И уже тянуло меня к альтернативному року, к хард-рогу. Тоже меня тянуло. Ну ещё на перепуте, так, осуществляется. Да, да. Я тоже люблю хард-рог, там, хард-н-хэви, там, можно смешать. Давай сейчас напишем. Ну давай попробуем. Он мне кидает песни. Естественно, одни из самых каких-то, наверное, классных песен, которые он надеялся, что кто-то будет петь клёво. Я попробовал спеть эти песни. Я просто порвался вообще нахрен. И я думаю, нет, это мне не нужно. Это мне не надо. Я сдохну, если я буду петь эти песни. Потому что, опять же, у меня в голове, ты, Бритон, ты не можешь брать эти высокие ноты. Не надо тебе это всё. Ты будешь страдать. И моя девушка тогда мне сказала, что, ну что ты, ты ничего не теряешь, попробуй. Придёшь, ну, сможешь, уйдёшь. По факту. Ну ладно, замечался. Так, повторяюсь за мерзкую херобору, но секунду. Тут просто нечего комментировать, просто травят челбайки и всё. Я поехал на студию Гранд Куражу. Ну чё я могу сказать, типа, ну... Бритон можно раскачать, конечно. Я начал заниматься каждый день, чтобы у меня голос был покрепче. Готовиться к этому событию, да, ты стал? Это реально манесиликатор. Естественно, которую я, наверное, спел. Нормально, более-менее. Это Ангел-Хранитель. Да будет воля твоя. Не помню слов уже. Более-менее как-то что-то там, чё-то получилось, всё остальное я запорол вообще просто. Это не я. Я выходил наверх, там, и всё, голос вставал. Но тембр, мой тембр, зацепил их. Типа, они такие, они такие, типа, вокалист с яйцами вообще круто. Хардболс как бы, да. А я тогда уже тоже подсел там на Йорн Ланда, если ты знаешь, кто это такой. Вокалист с яйцами. Это Йорн, да, вокалист мастер-слова. Мастер-план. Мастер-план. Крутой дядька вообще, супер. Микс по сути там, какая разница. Даже может баритон лучше, чем там. Я вот его слушал очень много. И у меня от него манерность немножко такая. Я подцепил это, и им очень понравилось. Типа, Лёха, помню, такой сказал, что вообще выбрасываю весь старый материал, пишу новый. Я буду петь оперу. Прикольно. О, нет, естественно, выбрасываю что-нибудь встали. Они такие, ну, подтянется, короче. Мы верим в тебя, ты подтянешься. И начали играть. И, естественно, для меня это было просто адское мучение. Просто каждый концерт просто... Ну и толчок, наверное, для тебя это был. Ну, то есть, раньше не было предпосылок, чтобы долбиться дальше, учиться. Из кожи вон вылезь. Блядь, сокол за 10 секунд просто сделал это видео. Это был для тебя толчок, чтобы долбиться, из кожи вон вылез. Я как бы отказываюсь комментировать. Все ассоциации мы сделали. Для тебя это был, ну, то есть, раньше не было предпосылок, чтобы долбиться дальше, учиться, а тут прям... Из кожи вон вылезь. Именно, именно. С ней все поняли, я надеюсь. Страдал там. Я старался, я начал опять учиться. Я там общался опять же с педагогами, с вокалистами. Толчок. Толчок, чтобы долбиться, и чтобы у тебя из кожи вон вылез там потом. Там, где возможно. Просто что бы сделать там. Ты так начал напрягаться, потому что тебе понравилось в кураже, именно, или потому что перспективы, какие-то замаячили, там, типа, более известная группа. То есть, для чего ты там заняться ввал? Все, и то, и другое, разумеется. Это и вызов для меня был. Потому что я люблю достигать каких-то высот там над собой, ставить планку, побеждать. И особенно, если там все говорят, да ты там вообще, да ты не можешь, да ты там хуже, чем вот этот. Там, доказать это прям, да. Это мне нравится так. Наверное, как любому представляю. Так, и начал ты, значит, это, вы прыгиваете с кожи вон. Да. И вот что-то стало получаться, вот мы начали кататься по фестивалям. Мне это нравилось. Постепенно все более сложные, сложные песни мы начали брать в репертуар. Сначала были совсем простые, низкие какие-то там, или не очень там, недолго наверху поющиеся там, сверху, и что-то такое, да. А потом, вот, я стал лучше, и мы стали все сложнее, сложнее, сложнее песни брать. Разумеется, я также развивался параллельно в Hardball, я же в это время тоже песоколосболк. Я стал песни сложнее, писать для Hardball все выше, выше. Если там послушать, на самом деле, мало кто обращает внимание, опять же, из людей, которые слушают группу Mavrin, и группу Grand Courage. С кожей он вылез. Никто не обращает внимание, что песни Hardball капец, какие сложные. И начал долбиться. И прям, харец поешь. Вот. И, короче, да, до какого-то момента все там, шло развитие, я развивался, и когда я достиг уже определенной планки, что я мог уже практически все, практически. То есть в группе Grand Courage я чувствовал себя достаточно комфортно. Но чего-то мне все равно не хватало. Естественно, любому человеку хочется пытаться на роста, роста, роста. Вот. Я тогда еще даже на работе работал, в офисе. Вот. И мне было непросто. Представляешь, я работал там до шести, в восемь приезжал домой, дома, в квартире. Я тренировался, репетировал, чтобы потом как-то выхилить там концерт. Иначе, это просто раз в неделю репетиция, мне это не помогало. Ну да. Я как бы не прирожденный тенор, тогда я еще ноты высокие не понимал, как они строятся и берутся, поэтому брал их наугад, по ощущениям. Поэтому, если я бы не тренировался, то я просто бы вообще не спел. Вообще. Поэтому мне приходилось каждый, ну не каждый день, вру, раза четыре, пять в неделю я тренировался. Ну мощно. Да, да. И я из кожи... Слух говорит, если бы я взвал, а если бы я был интервьюером, я бы взвал к тебе на интервью только красоток. Ну, в принципе, да. Ну, как бы... Что-то не хватает, все равно какое-то микро, да? Выхлопы. Выхлопы недостаточно у меня, и там как раз начались терки. Мне нечего тут сказать, честно просто. Ну, то есть, хэви метал, это настолько, как бы, жанр такой. Хочется роста, и с кожей вон вылез. Хэви метал, это такой, как бы, ебложопый жанр, что можно миксом там петь почти все, и, соответственно, если ты найдешь вот эту вот позицию, вот эту способность, как брать ноты, совмещая, по сути, фальцет и настоящий голос, то есть, чтобы у тебя мощно звучал фальцет, то можно, мне кажется, из баса даже можно что-то вытянуть. То есть, да, по сути, как бы, вверх тянуться, мне кажется, легче, чем вниз. Потому что, взять, например, Бобби Макферрина какого-нибудь, если послушать его пение, он, конечно, много как бы с фальцетом хитрит, и много хитрит еще с динамикой микрофона самого, да, и со своей, соответственно, уже динамикой. То есть, он очень далеко, на очень сильном гейне им пользуется. Вот. Но по нему вообще, если его послушать, ты даже не поймешь, что он бас, пока он не возьмет этот самый бас, который ни один баритон, не обосравшись, собственно, не возьмет. И, собственно, именно то, что он бас, и позволяет ему полностью голосами там сделать Don't worry, be happy, или вот эту импровизацию на 9 миллионов просмотров на каком-то Sing Day of Song и другие его треки типа Opportunity и все такое. То есть, снизу всегда можно исхитриться либо фальцетами, либо миксами, либо какими-то еще штуками. Да даже этого взять. Димаш, да, там все такое. То есть, как бы, он, по сути, у него там тоже эти низы есть, и он, собственно, собственно, так и сделал. Вот. А вот если у тебя низов нет, то как их вообще выдавить из себя, я не знаю. Без группы Хим фальцетные. Ну, когда как, не знаю. Честно, не эксперт в этом. Я говорю о том, что верха проще сделать, если их нет, чем низы, если их нет. Вот и все. Я считаю, что надо так делать. Ребята считают, что надо так делать. Поэтому небольшие терки начались. А вот этот момент, когда вот чего-то не хватало, ты говоришь, это вот до полного профессионала, когда произошел это когда-то? Или ты до сих пор это считаешь, что еще есть куда? Сейчас чисто спорт. Если мне надо что-то заточить, я просто потренируюсь там недельку, и я это сделаю. Тогда расположу именно вот этот момент, когда ты понял, что уже все, профи. Когда прям совсем? Да. Произошел. Но это было не в Кураже. Я хоть и был хорош, достаточно хорош. Знаешь, когда я хорош стал? Тогда я играл уже и в Хардболз, и в Маврине, и в Кураже. Потому что я пришел в группу Маврин, и я уже, ну вроде ничего такой. Я Сергею сказал, что в отличие от Артема с первого, я баритон-тенор. Типа я могу петь высоко, но мне тяжело. И я как бы не скрывал это ни от кого. Вот. Тири, не, никак. Мне Сергей дал многие ноты не смогу взять. Есть ли, которые я должен выучить, чтобы попробоваться в группу? Я же и говорю об этом. Я нахрен порвался вообще просто. Там еще все выше, да? Там еще все дольше и выше. Естественно, он мне дал пока бугиспиатр, жденный жить. Остановитесь, да? Этим, Януковичем. И я такой, нахрен, нет, я не хочу. И опять же, моя девушка говорит, ну попробуйте, потом, если не получится. Ты, девушка золотая просто, всем бы такую... Ну попробуй, да? Всем бы такую золотую женщину. Задница горит. Угу. Не, молодец, девчонка. И я... Вот, наверное, благодаря ей опять же я в это вписался. А, не, я тогда еще, знаешь, я тогда еще в гороскопе верил, и у меня в гороскопе было написано в каком-то там месяце или в году, я не помню, вы получите предложение, от которого не стоит отказываться. И как раз вот, Мавлин тебе, в гороскопе. Я такой, ну это судьба. И когда произошел-то этот момент с пониманием, что все, профессионал? Это еще подожди. все понятно. Еще, еще несколько ступенечек будет. Понял. Тут интересное такое, смотри. Я наблюдал за собой рост тоже, я занимался, занимался Мавлин, да, у меня, мне дали, по-моему, если не соврать, то ли полтора, то ли два месяца на подготовку нескольких песен. И потом, типа, на студию приедешь, попробуем, если да, если нет, то нет. И у меня было полтора месяца. Я готовился каждый день, каждый день, когда работал, там, после работы, когда не работал, с самого утра я ехал на студию, там херачил, распевки, потом песни какие-то. Да. И тогда я еще не понимал, где-то, кстати, делать, я просто делал, просто много работ делал. И в целом, голос стал крепнуть, даже еще, еще лучше стал. Поэтому, когда я пришел к Мавлин, я еще такой, прям сделал шаг вверх, к высоким нотам, стабильному звучанию. И в принципе, ну, пел я тогда, ну, если честно, кое-как все равно, песни группы Мавлин. Но в целом, допустим, поединок, я уже высокие ноты я брал. Дожку я брал ее. Вот. И поэтому меня как раз Сергей взял. Я ему спел, поединок ему понравилось, зашипись, давай пробовать. Хотя он, конечно, не уверен сначала был, потому что я срывался так же. И он не хотел менять шилу на мыло, там, у Артема были проблемы с голосом, и я такой поэтому он сомневался начал вот я занимался занимался и в принципе у меня уже какие знания были я вот уже так скажем из баритона сделал себя хоть и не очень хорошего но в целом тенора я уже прям пил высоко хоть и нестабильно и тогда я свалил с работы из офиса свалил я занимался группы гран-кураж группа группы маврин и стал преподавать и вот в этот момент в этот момент я уже прозрел полностью когда начался это проговаривать для других людей ты наконец-то все встала на это знаешь это как помнишь кунг-фу панда чтобы стать мастером должен передать свои знания поймал спасибо я бы попросил что сильно не били на полагается на это ну посмотрим надеюсь там неплохо послушаем спасибо за мной произошло именно то же самое я до конца полностью разобрался что надо делать когда стал приучить людей офигенски да мощнейшая история и для хардболс и для тогда еще кураж и для маврина все я прям я понял что надо делать я перестал напрягаться я перестал нарывать себе горло хотя мне все пророчили что ты тоже там завалишься что группа маврин портит вокалистов такой байка ходит ты же знаешь я типа вот хотя кого испортили по-моему никого не испортили ну у дома проблемы а лефлер поет классно эдитер поет классно лемур не знаю где там сейчас поет век поет кипелов поет кого порт никого не порт слушай а чё устырова ты не знаешь голосом случилось до подлинно мне неизвестно что с ним происходит ну какие-то какая-то беда с ним подключился он лечился там я даже знаю что так вы уже что-то по моему больше посмотрели чем надо я если честно не до конца понял как бы к чему это ну мне нечего сказать то есть сокол сидит что-то просто там подбубнивает то есть только единственно забавный был момент про вылез из кожи вон толчок значит короче нужен был толчок чтобы там долбиться и чтобы из кожи вылез вон вот это самый как бы хороший новый мем такой появился но честно вот ну получается ради одного мема мы смотрели 20 минут и типа окунь потратил 300 рублей то есть честная ну вот ты как-то выделил из интервью этот момент к чему почему я не знаю но спасибо за донат ну честно мне уже вот если все интервью примерно такое то мне кажется что нет смысла на него фонд собирать но пусть как бы зрители решают